Точно, да? И в жизнь вечную. Это радует. На сегодня основной наш текст, о котором мы будем размышлять, это всем известная 1 Коринфянам 11 глава, 28 стих. И вначале мы остановимся именно на первом абзаце, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Аминь? Да испытывает же себя человек. Этот вот призыв, это повеление обращено ко всем нам, ко всем, кто собирается приступить к хлебу, к вину, как вы видите здесь, участвовать в вечере Господня. Еще раз напомню, что речь идет о всех нас, всех вместе, но и о каждом в отдельности. Каждый должен делать это лично сам, испытывать себя. И на каждом лежит ответственность и обязанность это делать, испытывать себя. Почему? Потому что никто не может принимать святое причастие, прежде не испытав себя, не проверив себя. Необходимо пристально, внимательно исследовать свою душу. Все темные закоулки приглядываться к любому пятнышку. Потому что оно может быть началом духовной болезни. Началом духовной болезни. Вот как, допустим, гангрена. Начинается с покраснения. Так и духовная болезнь начинается с греховной нечистоты. Начинается с греховной нечистоты, с пятнышка, нечистого пятнышка. И поскольку наше сердце, скорее всего, не захочет посмотреть правде в глаза, честно на себя, не захочет. Почему? Потому что, как рассказал пророк Иеремия, наше сердце лукаво и крайне испорчено. Просто крайне испорчено. И что интересно, что оно таково у всех нас. У всех без исключения. Опять же, как в Писании написано, все согрешили и лишены славы Богу. Все. Поэтому нам необходимо принять твердое решение. Не прятать истину от себя. Не вуалировать ее никаким образом. Какой бы горькой и страшной она ни была. Еще раз напомню, что исследовать себя нужно тщательно, тщательно, внимательно и честно. Да. Так, чтобы ничего не ускользнуло от нашего взора. Да испытывает же себя человек. Аминь. Да? Испытывает. Еще один момент. Очень важно испытывать себя. Понимаете? А не окружающих. Себя. Потому что, вот понимаете, даже если вот в трапезе, сегодняшней трапезе, будут участвовать, на ваш взгляд, на ваш взгляд, недостойные люди, это не должно вам помешать иметь общение с нашим Господом. Никакой Иуда, присутствующий на вечере, не должен воспрепятствовать вам лично встретиться со Христом. И не может помешать вам исполнению этой заповеди Божьей. Почему? Потому что ведь сам Иисус, если вы вспомните, Он не запретил Иуде быть на вечере и участвовать в трапезе вместе со всеми апостолами. Так же, да? Он не запретил, он не сказал, а ну выйди отсюда, ты предатель, иди отсюда. Нет. Он разрешил участвовать. Но, вы знаете, сколько я за этот период встречал притыканий на этот счет, соблазнов в церквях. То брат не такой, то сестра там в чем-то замешана, то не так посмотрела, не так сказала, не так сделала что-то. Судите и испытывайте прежде всего себя. И тогда я просто уверен, что у вас не останется времени на поиски Иуды во мне. Так как вполне возможно, что вы найдете его внутри себя. Да. Все мы без исключения, конечно, немощные и грешные. Создание. Как я еще раз вам напомню, что все согрешили и лишены славы Божьей. Так что загляните в свое сердце, в свое, и посмотрите, живет ли в нем Дух Святой. Если да, если живет, если вы приняли Дух Святой, то зажгите от него, от огня Святого Духа, вашу лампаду или свечу, и обойдите все закоулки, все тайные уголки вашей души. И посмотрите, нет ли там, не завалялась ли где-нибудь старая закваска. Закваска порока и лукавства. Закваска осуждения или непрощения. Да испытывает себя человек. А затем апостол, вы видите, говорит, пусть ест от хлеба всего и пьет из чаши сей. Это о чем мы говорим? Ну, другими словами. Вначале испытай себя, посмотри в себя, принеси в молитве покаяние то, что ты увидел там. А затем смело подходи к святыне и принимай таинство причастия. Затем только, понимаете, когда ты в себя посмотрел. И вот, ведь не случайно, вот подумайте, Иисус в тот вечер, когда дал, в тот вечер, в ту ночь, которую предан был, как вы знаете, дал нам эту заповедь, он взял хлеб и возблагодарил, и преломил, а затем сказал почему-то, один из вас предаст меня. Ну, он и так знал предателя. Ну, зачем это объявлять было? Этими словами он побудил учеников исследовать себя, посмотреть в себя. И они все как один, как вы помните, да, на перебой стали вопрошать. Не я ли, Господи? Не я ли? То есть они посмотрели в себя. И сегодня совсем не лишнее, я вам говорю, спросить себя, каждый себя, не я ли, Господи? Может, я предатель? Вы знаете, я так думаю, что везде, в каждом собрании найдутся люди, которые исповедуют Иисуса Господом и Спасителем и называют себя верующими, христианами, но так до конца не могут честно ответить себе на вопрос, сами себе на вопрос, а истинно ли они верующие? на самом ли деле любят Иисуса, на самом ли деле вверяют Ему свою жизнь, все аспекты своей жизни? И пусть этот вопрос, он очень неприятен, он очень болезнен, он очень больно ранит душу, тем более уже тех, которые считают себя верующими, но пусть этот вопрос задаст себе каждый присутствующий здесь, сейчас, пусть каждый в смирении и простоте сердца исследует себя и точно определит, точно скажет себе Христов он или нет? Ведь это очень-очень важно, это очень важное знание, принадлежу ли я Христу? Живет ли он во мне? В вере ли я? Вот, да, кстати, давайте мы текст следующий, это всем известно опять-таки, испытывайте самих себя, да? В вере ли вы? И вот в этом тексте Павел разъясняет, что значит испытывать и исследовать себя. Для Бога самое главное, важнее всего, имеем ли мы веру или нет. Он не сказал, испытывайте свои там дела, хотя это важно, не испытывайте там хождение, нет, испытывайте вере ли вы? Для Бога главная вера. И далее он говорит, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Нужно молить Дух Святой, чтобы Он разъяснил это вот слово, чтобы Он разъяснил, так как оно крайне важно. Ведь без веры, как мы знаем, угодить Богу, что? не только невозможно, без веры угодить Богу невозможно. И спасение, дарованное по благодати, становится опять-таки реальным для нас, ощутимым через веру. Благодатью вы спасены через что? Через веру. Спасение становится реальным, ощутимым через веру, благодаря вере. И вот вы, наверное, обратили внимание, что в основном стихе, который мы прочитали в начале, не сказано конкретно, да испытывает себя человек в том-то и том-то. Так, да? Апостол точно не указывает там, что именно в себе нужно проверить, испытать. Только вот здесь написано верить, да? Но поскольку речь идет вообще-то о вечере, вся 11 глава Коринфянам написана о вечере, то значит сама вечеря, вот это таинство и определяет, что мы должны испытывать. Перед нами, как вы видите, хлеб и вино. Символы страданий нашего Спасителя, да? Хлеб это что? Это тело Христа, истерзанное и ломимое за нас. Вино это драгоценная пролитая кровь Спасителя, благодаря которой был прощен наш грех и благодаря которой мы получили искупление. И вот понимаете, я не имею права прикасаться к этим символам, символам, пока я всею душою не приму и не поверю в то, что они значат для меня, в то, что они дают мне. Если я не осознаю этого, для чего это, то я не вправе к ним прикоснуться. И вот тут, как раз в связи с этим и возникают испытывающие вопросы или испытательные вопросы, как хотите. Первый. Принимаю ли я лично как непреложный факт, что слово стало так, Леночка, пожалуйста, что слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу его как единородного от Отца. Принимаю ли я лично, что слово Иисус Христос стал плотью и жил здесь. Второе. Верю ли, что Бог оставив небеса, сошел на эту гречную землю, оставил престол величия своего, стал человеком, родился от жены, чтобы нас искупить. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконы, дабы нам получить усыновление. Верю я в это. Верю ли, что Иисус пострадал за меня, праведный и за неправедного, чтобы привести меня в небеса, к небесному Отцу. Вот давайте еще один текст. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, это его цель, чтобы привести нас, взять за ручку и привести к Богу. Однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедник. Аминь. И последнее, верю, лишь, что кровь Христа, Иисуса Христа уничтожает грехи, стирает их, и что благодаря ей Бог принимает грешников, в том числе и меня, и вас. И вот как написано, и кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Аминь. От всякого? Или от чуть-чуть, от немножко таких? От всякого, да? Ну вот так вот, если я не верю в эти вот пункты, как бы сказать, то я лицемер. Я лицемер. нагло осмеливающийся принимать причастие в осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Ну, вы знаете, я больше чем уверен, что многие скажут, что, ну, я же верю, ну, конечно, я верю в это все. Я хочу спросить, а как вы веруете? Как? Умом, вот просто сухо, информативно, без сердца, без любви, без благодарности, без трепета? Как? Или все-таки сердце ваше с благодарностью устремлено к Иисусу? И страстно жаждет встречи с Ним? Вы нуждаетесь в Нем. И вам просто необходимо сделать это. Вам просто необходимо принять причастие, вспомнить о Нем, о Его страданиях. И вам нужно, вам необходимо исполнить это Таинство. Для чего? Чтобы Иисус пребывал в вас, а вы в Нем. Чтобы принять Его силу. Потому что вы уже вкусили, как благ, Господь. Вы вкусили, как благ, вы ощутили в своей жизни, то есть, вот на практике осуществление осуществление Его слов. Давайте, посмотрите, какие слова. «Ядущий Меня жить будет мною». Это относится к причастию. «Ядущий Меня жить будет мною». И вы это ощутили уже. Вот согласны ли вы, что те моменты веры, которые я назвал, обладают внутренней силой и, конечно, влекут за собой огромные последствия. Что от веры в эти аспекты зависит суд Божий и судьбы многих людей. Бог стал плотью. Посмотрите, беспрекословно великое благочестие. Тайна. Это тайна. Бог явился во плоти. оправдал себя в духе. Показал себя ангелом. Проповедан в народах, что мы и делаем. Мы проповедуем Иисуса Христа. Принят верою в мире. Вознесся во славе. Аминь. Иисус воплотился, пострадал, чтобы уничтожить грехи наши, грехи своего народа и дать спасение тем, кто поверит, примет его жертву. И полностью доверит ему свою жизнь. И вы знаете, это радостная весть. Эта радостная весть, она вообще-то потрясла даже небеса. Хотя он оттуда пришел, но эта весть потрясла небеса. Так что и ангелы, вот посмотрите текст следующий, желают проникнуть в это ангелы. Вот что желают проникнуть и ангелы. оттуда пришел Иисус, он их властелин, но в это хотят проникнуть то, что мы имеем. И каждый верующий имеет еще от Бога печать, чудное свидетельство в себе самом. Верующий в Сына Божий имеет свидетельство в себе самом. это оно истинно, оно не ложно, оно не горит, его невозможно украсть, уничтожить. И самое что, наличие его в вас, оно не нуждается в доказательстве его кому-то, оно в вас, оно лично в вас. И что интересно, что оно становится еще более ярче, четче, зримее, ощутимее для всякого истинного верующего после перенесенной им скорбей, печалей, трудностей. Почему-то оно еще вспыхивает ярче, это свидетельство. И потому такой христианин, принимая причастие, таинство, этим свидетельствует всему миру о том, что плоть Христа это его плоть, что кровь Христа это его кровь, она омывает его. И что Господь пребывает в нем, а он в Иисусе, и он есть часть Господа, часть Господа. И вот хочется спросить, опять-таки, это очень важные вопросы, обладаешь ли ты этой частью? Ведь вот эта благая часть, она пребывает в тебе лишь в том случае, если ты в своем спасении полностью уповаешь, полагаешься на Христа. Если знаешь и веришь, что прощение твоих грехов заслуга Иисуса, что омытие и очищение совершает только Он, только Иисус Христов. Я хочу это как бы доказать Писание. Вот вспомните Петра на вечере и его реакцию в ответ на предложение Господа омыть ему ноги. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь части со мною. Симон Петр говорит ему, Господи, тогда не только ноги мои, но и все, и руки, и ноги, и всего, давай, давай, хоть искупай меня где-нибудь в озере. Вот. Не будешь иметь части со мной. И еще один момент. Есть хлеб и пить вино нужно как? Воспоминание о Спасителе. Сие творите мое воспоминание. И вот тут опять очень такой важный вопрос. А как можно вспомнить то, чего ты никогда не знал? Как он вспомнил? Как вспомнить Христа, когда его нет в тебе? Нет его части в тебе, его жизни. Если он не пребывает в тебе. Вспомнить просто как историческую фигуру, но это не будет от этого никакой пользы. Это глупо. это все равно, что вспомнить допустим об Александре Македонском или о Наполеоне. Ну что, ну вспомнил, да, были такие, но ничего лично оно тебе не принесет. Но вспоминать Христа, который возлюбил тебя и предал себя за тебя, это совсем другое дело. И такое воспоминание несомненно принесет пользу вам, вашему духу. Если вы любите Господа, если вы доверяете Ему, то участвуйте в хлебопреломлении, вспоминайте об Иисусе. Вспоминайте как о вашем друге, лучшем друге, как о вашем заступнике, как о вашем ходатай, как о вашем спасителе. Вспоминайте так о Нем, и тогда вечеря станет для вас средством благодати. Именно благословением. Не просто каким-то обрядом, а благословением. Ведь понимаете, я хочу вам сказать такие вещи. Нет никакой секретной силы, таинственной силы в материальных предметах. Ну, допустим, мы читаем, да, надо вам родиться свыше от воды и духа. Но вода сама по себе не рождает свыше. Руки любого служителя, самого-самого одаренного, самого знаменитого, не являются подателем благодати. Ни в хлебе, ни в вине нет никакой святости. Это видимые знаки страданий Христа. Но святость и благодать появляются в вашем сердце тогда, когда вы с любовью, верой и благодарностью принимаете эти символы. С радостью всем сердцем устремляетесь к Господу, который простил вас, который искупил вас и подарил вам вечную жизнь. Аминь. Только тогда, когда вы с таким отношением относитесь к этому, когда вы с таким отношением принимаете, только тогда это происходит. И вот спросите теперь сами себя, спросите, вспоминаю ли я так о Господе? Именно так. Помогают ли мне вот эти символы размышлять об Иисусе именно так? Еще хотел бы напомнить, что для испытания себя необходимо использовать критерии, которые даны в Писании, предлагаются нам Писание. Напомню вам, что проверять себя нужно честно, строго, беспрестрастно, откровенно, но, к сожалению, мы этого делать не умеем, не можем. Вот давайте текст прочтем, который. Если бы мы судили сами себя, если бы мы, если бы мы, если бы мы могли, то не были бы судимы. Будучи же судимы, так как Бог видит все, доказываемся от Господа, чтобы не быть. Опять-таки, и тут милость Господа. Он наказывает, чтобы не быть осужденными, чтобы не попасть нам в ад. Он лучше накажет вас здесь, сейчас, в этом мире, чем вы будете страдать там. Это опять-таки милость Божия, это опять Его любовь. Мы оцениваем себя, понимаете, далеко не такой меркой, которую применяем к другим людям. Ведь так же. Очень быстро замечаем промахи, ошибки других. А вот наша собственная совесть редко мучается из-за наших собственных ошибок и грехов. Редко мучаемся. в своем глазу, когда написано, лежит громадное бревно, но мы при этом возмущаемся, как это наши близкие не могут увидеть там сучка в своем глазу. А у тебя бревно валяется. Так что, возлюбленные, исследуйте себя, судите себя, наблюдайте за собой, подвергайте себя такому же, можно сказать, суровому анализу, суду, каким судите других людей. И, что немаловажно, доводите испытание до конца. Не бросайте его в тот момент, когда вам становится больно, неприятно. Не бросайте его, когда оно только-только начинает приносить пользу. вот это оздоровительную пользу. Это все равно, что знаете, бросить принимать лекарства, когда они стали только-только приносить какую-то пользу, положительный эффект воздействовать на ваше здоровье. Пусть эти лекарства, они противные, горькие, и их нужно принимать. не бойтесь думать о самом больном и самом неприятном для вас. Простите Бога, чтобы Он помог вам увидеть свое сердце, какое оно есть на самом деле. Не то, что вы думаете или мечтаете, что оно у вас такое, а какое оно есть на самом деле. И будьте в этом вопросе мужественны, не льстите себе возлюбленные, но будьте правдивы и откровенны. Это не всегда приятно. Потому что иначе мы можем произойти, вы знаете, страшное и неприятное, непоправимое, можно сказать. Можно принимать причастие здесь, вот на земле сегодня, можно принимать, но быть выдворенным из брачного пира Агнца там на небесах. Вот я хочу вам напомнить одну притчу, вы помните, да? Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. А потом он был что? Выброшен, да? Вон во тьму внешне. Не забывайте об этом. Потому что там на небесах говорить уже будет поздно, да и не о чем. ведь брачные одежды это праведность кого? Иисуса Христа. Брачные одежды это праведность Иисуса Христа. Это эти белые одежды, которые выдает и которые одевает на нас сам Иисус Христос. Он забирает наши старые грязные лохмотья и выбрасывает их и облачает нас в веру, надежду, любовь и дарит нам новое благодарное и послушное сердце. Вот это новые одежды, вот это праведно. И вот возлюбленный, если кто-то сейчас из вас услышал и осознал, что он еще не знает Господа, не ощутил в полной мере его любви, его милости, то к таковым и сейчас звучат слова Иисуса. Просите и дано будет вам. Ищите и обязательно найдете. Стучите и вам откроется дверь. Если кто хочет почувствовать его прикосновение, его святое присутствие внутри себя, почувствовать это. Таковым Иисус обещает, что он никогда не оставит вас и никогда, никогда он придет к вам обязательно и обитель вас внутри сотворит, он будет жить вас. Приду и обитель вас сотворю. Так что молите, ищите его, идите к нему, просите его, чтобы он едил вам свою милость и свою благодать. И он обязательно придет, обязательно придет, так как сам обещал, что приходящему к нему он не изгонит прочь, не изгонит никогда. Придите сейчас к Иисусу в этой молитве, с этой простой просьбой явись мне, и обязательно получите. Ибо верен обещавший. И последний текст верен призывающий вас, который и сотворит сие. Он обязательно сотворит сие. Верьте в это. Будьте благословенны. Сейчас мы будем прославлять Гослава в песнопениях, а затем мы будем молиться. девочки выходите пожалуйста, мы будем молиться перед совершением причастия. господи.